Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня глава Карачаева, Черкесии Рашид Темрезов принял участие в заседании Госсовета под председательством президента России Владимира Путина. Темой совещания стало подведение итогов года педагога-наставника. Участниками было отмечено сегодня, в непростой для страны исторический период, еще больше возросла роль учителя в воспитании у юного поколения, чувство гордости и ответственности за свою родину. Что касается Карачаева, Черкесии, то для повышения статуса педагога в республике проводятся конкурсы профессионального мастерства, расширяются меры социальной поддержки, реализуется система мер профессионального развития педагогических кадров. В рамках реализации мероприятий, приуроченных к празднованию года педагога-наставника, подписано соглашение о создании учебно-педагогического округа между Министерствами образования и науки Карачаева-Черкесии, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Башкирским педуниверситетом имени Акмулы. Также с 1 сентября предусмотрена дополнительная надбавка для молодых специалистов по результатам участия. В различных конкурсах стимулирование педработников, наставников, поощрение и награждение педагогов установлено и действует доплата за классное руководство. С 2021 года республика принимает участие в программе «Земский учитель». В год педагога и наставника наша республика приняла у себя два масштабных мероприятия – межрегиональную экологическую экспедицию школьников и проведение заключительного этапа Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Участники заседания высказали свои предложения, отметили, что в регионах. И дальше будет продолжена работа в этом направлении. И сегодня же перед началом госсовета в Кремле глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», где о своих мечтах рассказали ребята со всей страны. У нас тут двое детишек из Карачаева Черкесии и одна девочка Ольга из Луганской народной республики. Мне понравилось пожелание Матвея из Карачаева Черкесии, который мечтает о подарке сюрпризе. Вот теперь будем думать. Вообще я считаю, что это классная традиция в канун Нового года и уже несколько лет. И самое главное, это начало было здесь в Кремле, а потом во всех регионах. В Карачаево Черкесии продолжается сбор подписей в поддержку кандидатуру действующего президента России Владимира Путина на предстоящих в следующем году выборах главы государства. Процедура волеизъявления людей организована в нескольких местах массового пребывания населения. Региональный народный фронт также принимает всех желающих выразить гражданскую позицию, поддержать выдвижение кандидата на должность президента Российской Федерации. Причем с каждым днем число посетителей только растет. Как вы знаете, сбор подписей в поддержку Владимира Владимировича Путина для участия в предстоящих выборах начался в субботу, 23 числа. И, конечно, мы думали, что выходные будут такие чуть-чуть скучные, тем более снег был и так далее. Но, к нашему удивлению, пункт приема подписи вот у нас прямо на рабочем месте. Люди приходят, люди читают в соцсетях о том, что начался этот процесс и приходят от мала до велика. За это время только у нас уже собрано более 150 подписей. Вы видите, что люди все приходят и приходят. Тем более вот рабочие дни, более активно уже начался этот поток. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии. Сегодня день спасателя России. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов спасательных служб региона поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Спасатель – профессия, которая помимо специальных навыков требует от человека силы духа, мужества, самоотверженности и умения сострадать чужой беде. Готовность прийти на помощь в самой сложной ситуации, спасти человека, попавшего в беду, зачастую рискуя жизнью – это отличительная черта всех российских спасателей. Одним из лучших в стране по праву считается поисково-спасательный отряд МЧС России по Карачаево-Черкесии имени Вячеслава Дзираева. Уже более 30 лет его сотрудники приходят на помощь жителям республики и многочисленным туристам, своим профессионализмом внося лепту в динамичный процесс развития наших курортов. Спасибо за ваш трудный, но очень нужный и благородный труд. Сегодня в Черкесске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Спасателя. На собрание пришли представители парламента правительства, руководители ряда министерств и ведомств, сотрудники и ветераны чрезвычайного ведомства. Подробнее расскажет Мурат Жанкёзов. Мероприятие открылось с выноса знамени главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии, после чего был продемонстрирован ролик, посвященный деятельности МЧС и обращения президента России Владимира Путина. С трибуны собравшихся с профессиональным праздником поздравил начальник чрезвычайного ведомства Александр Галакаленко. Поручению главы республики Рашид Борисовича Тебрезова хотел бы также искренне передать его слова благодарности всем вам, присутствующим в этом зале и вашим коллективам, которые сегодня в наших районах. В этот день искренние слова благодарности прозвучали в адрес сотрудников и ветеранов спасательных служб, тех, кто ежедневно рискует своей собственной жизнью ради спасения других. Дорогие друзья, разрешите поблагодарить вас. И по праву нужно сказать, что управление МЧС достойно несет звание спасателя. Хочу также поздравить вашего руководителя Александра Федоровича Галакаленко, пожелать ему успехов на его нелегком пути и пожелать вам всем мира в ваших домах. Отличившихся сотрудников главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии наградили почетными грамотами Народного собрания республики. Одним из лучших в стране по праву считается поисково-спасательный отряд имени Дзираева. Уже более 30 лет его сотрудники приходят на помощь жителям и туристам, внося свою лепту в динамичный процесс развития наших курортов. Запомнился мне тот факт, когда в минус 15 градусов наши спасатели там спасли женщину и где-то сейчас на носилках несли по тропе, сложной тропе, зимой это было, когда вышелся летник. И это благодаря этим людям спасли жизнь. И хочу сказать, в таких фактах очень много. Ваша работа неоценима, сложная и неоценима тем, что вы делаете, дарите людям жизнь. По традиции лучших сотрудников управления МЧС отметили нагрудными знаками и благодарностями. Некоторым из них были присвоены очередные и досрочные специальные звания. В этот день со сцены звучало много теплых слов благодарности и поздравлений с профессиональным праздником. А настоящим украшением мероприятия стало выступление творческого коллектива пограничного управления ФСБ Республики и артистов Государственной филармонии. Мурат Жанкиозов, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске прошел региональный этап Всероссийского конкурса хоров и вокальных коллективов. Конкурс был представлен разными номинациями и приняли в нем участие певчие коллективы образовательных учреждений Республики, а также семейные хоровые ансамбли. Музыкальным многоголосием нас водила сей Фатима Даурова. Семья Моисеевых, как профессионалы своего дела, проводит распевку перед выходом на сцену. Семейный квинтет будет исполнять авторскую песню бабушки, заодно и самого старшего члена музыкального коллектива «Связь поколений». Наша самая любимая песня – это «Самая лучшая мама земли». Это сыновья дарят мне, маме, а я дарю своей маме. Да, у нас семейный ансамбль и поколений. В начале конкурса с приветственным словом к участникам обратилась министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Особую благодарность она выразила педагогам, которые непосредственно принимали участие в подготовке детей и отметила их важную роль в восстановлении традиций хоровых конкурсов. Я хочу пожелать педагогам, которые привели нас к таким высоким результатам, больших успехов и поблагодарить за ваш ежедневный труд. Потому что именно исполнение, музыкальное исполнение, хоровое исполнение позволяет гармонично развивать личность. Именно в этом процессе ребята учатся слышать и слушать друг друга. Спасибо за ваш труд, уважаемые педагоги. Красивая музыка, улыбки гостей в зрительном зале, хорошее настроение – все сопутствовало проведению мероприятия в теплой атмосфере. Выступлением на сцене предшествовали многодневные репетиции. Все выступающие старались для зрителей. И цена их работы – аплодисменты зала и высокая оценка компетентного жюри. Выступление многодетной семьи Прокоповича из Зеленчукского района растрогало слушателей своим проникновенным исполнением. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Участники вокального состязания, которые стали лауреатами первой степени в разных номинациях, представят республику на финальном федеральном этапе Всероссийского конкурса хоровых коллективов. Фатима Дорова, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. В Черкесской на базе СКГ состоялся новогодний турнир по большому теннису. Соревнования проходили среди воспитанников комплексной спортивной школы «Победа», которая на протяжении 30 лет выпускает сильнейших спортсменов большого тенниса. Этот турнир собрал около 30 юных спортсменов города. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Новогодний турнир 9-летнему Дмитрию Самохвалову принес золотую медаль. Для Самохваловых теннис не просто увлечение, а семейное дело. Дмитрий, равняясь на дедушку и папу профессиональных спортсменов настольного и большого тенниса, показывает отличные результаты в спорте. Его сестра Есения также продолжает династию спорта. Она, как и брат, стала победителем в своей возрастной группе. Тренируются они с самого детства. В планах на будущее у Дмитрия Есении новые победы и улучшения результатов поделились юные теннисисты Самохваловы. Эту медаль выиграл честно. Я очень боролся, особенно с одной девочкой. Она очень сильно играла. Я очень хорошо боролся, я старался. Мой папа тренер, я беру с него пример. Так получилось, что ты выиграла в своем возрасте? Я думала, что я не выиграла и поверила, что я выиграла. Турнир по большому теннису комплексной спортивной школы «Победа» проходил под чутким руководством тренера Владислава Самохвалова. Он отметил, что его воспитанники улучшили результаты. Они достойно сражались за победу и порадовали. Итоги этого года показывают, что тренировки проходят не зря. Он пожелал побед и новых достижений спортсменам. Мы показали хороший результат и нас уже знают за пределами города. Мы ездим в основном КМВ, детей возишь, вот эти турниры, Кисловодск, Ставрополь, Пятигорск. И эти турниры мы уже все как бы выиграли. В теннисе легко играть и поэтому где-то получать удовольствие, когда на счет играют, все загораются, выиграют друг у друга. Юные спортсмены в ходе тренировок формируют чувство самоуважения, стремления к успеху. Они учатся преодолевать трудности, усердно занимаются и идут к поставленной цели. Для Амира основная задача – выигрывать и улучшать результаты. Он тренируется на протяжении двух с половиной лет и ставит перед собой крупные цели. Новогодний турнир показал, что спортсмен хорошо тренировался на протяжении года, и результаты не заставили себя долго ждать. В прошлом году я занял первое место в соревнованиях, в этом году два первых места. То есть ты целенаправленно шел к победе? Да. Я – да. А благодаря чему, как ты думаешь, получилось занять два первых места? Ущербной тренировки, наверное. Сколько раз ты ходишь на тренировку? Два раза в неделю. Самое главное – хотеть выигрывать и хотеть играть. В новогоднем турнире выявили 15 призеров, и каждый участник получил достойную награду. Поддержать юных спортсменов приходили родные и близкие. Завершилась торжественная церемония награждения совместным фото на память. Дарья Тендит, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Тайны следствия. Старая схема». Часть первая и вторая. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова